Сегодня я хочу с вами поговорить действительно про вампиров Действительно поговорить о вампирах с точки зрения биологии И для того, чтобы говорить про вампиров с точки зрения биологии Я хочу несколько угодных слов вообще сказать о том, как люди обращаются с фактами Потому что все, что в нашей жизни вокруг нас есть, это разнообразные факты А дальше мы эти факты начинаем как-то интерпретировать И вот способ интерпретации этих фактов, они могут быть разные Можно? Следующий слайд Условно говоря, это такая очень обращенная версия Я совершенно не философ и претендую на полное философское отражение вот этих концепций Но условно говоря, есть мифологическое мышление, которое призвано в том числе объяснить окружающий мир И мифологическое мышление это штука, с которой человечество знакомо давно И первые попытки понять, почему молния в небе сверкает, почему гром гремит Первые попытки понять, почему ветра дуют и так далее И так далее Они были сначала объяснены как раз в рамках мифологического мышления Были созданы мифы, в которых появлялись какие-то там живые существа Иногда звери, иногда не звери И эти живые существа каким-то образом управляли окружающим миром вокруг Много различных примеров мифов Древнегреческие, древнеегипетские, скандинавские И на самом деле сейчас мифологическое сознание в некоторой степени еще живо Потому что если мы встречаемся с фактом, который понимаем не очень хорошо Мы по-прежнему интерпретируем его примерно таким же образом, как это делали люди 6-7 тысяч лет назад Можно следующую картинку Потому что если есть какая-то вещь, про которую мы знаем мало, а отношение к ней не нужно сформировать Мы берем первые попавшиеся источники, если не хотим разбираться И эти первые попавшиеся источники как раз используем, не проверяем Самое главное, чем отличается экологическое мышление для нашей сейчас беседы Это способ объяснения фактов, но без проверки вот этих самых объяснений Без попытки вообще разобраться, так это работает или не так А можно даже следующую картинку И второй тип мышления — это научное мышление Принципиально атмосфологическое в данном случае Оно отличается тем, что мы пытаемся эти факты, которые существуют, каким-то образом проверить Создать какую-то гипотезу, проверить ее какими-то экспериментами Сделать много таких гипотез, собрать их единую теорию Дальше на основании этой теории делать прогнозы, эти прогнозы еще раз проверять и так далее Но до того момента, как все эти операции проделаны На самом деле к научному мышлению многие относятся так же, как и мифологическими Точнее, к научными фактами многие пользуются не с точки зрения научного мышления, а с точки зрения мифологии Поэтому для тех людей, которые не очень изучали физику, эта картинка несет довольно мало смысла И мало чем отличается от Кентавра или Геракла Можно следующую картинку Или вот эту тоже Геракла все представить себе трудно Это всего лишь модель, которая проверяется бесконечным количеством экспериментов Но тем не менее, все равно представляем из себя это как странно Мы, правда, знаем, что это так, потому что проверяли И, собственно, то, что я собираюсь сделать в течение последующих каких-то минут моего выступления Это попытка применить научное мышление к тем фактам, которые уже некоторое количество раз были объяснены с точки зрения мифологического мышления И подход этот, на самом деле, не новый Историки и даже географы, они периодически занимались такими вещами Может, следующую картинку Да, один из известнейших примеров Это Генрих Генрих, по-моему, Шлиман И открытие Трои, которое, в общем-то, до 19-го века считалось вымышленным городом Который был действительно описан в мифе Это древнегреческий миф, но который найти никто не мог Проанализировав эти мифы, Шлиман, соответственно, Трои раскопал Недавно был другой случай, когда австралийские географы вместе с австралийскими лимбистами Проанализировали мифы некоторых народов, которые на одном из берегов Австралии жили И обнаружили во всех этих мифах реальное описание того факта, что какой-то кусок земли В какой-то момент стал островом У берегов Австралии там был какой-то катаклизм Около 7-8 тысяч лет назад и в мифах этот катаклизм реально был описан Вот географы с лимбистами этот вопрос посмотрели И подтвердили, что мифы описывали какой-то реальный факт Может, следующую картинку? Это, собственно, Троя И следующую, еще одну Да, собственно, я попробую применить вот этот подход Этот, в смысле, научный подход к мифам про вампиров Сразу следующую картинку Во-первых, чтобы вы понимали, вампиры Это, на самом деле, такая очень сборная группа мифов Во многих культурах были всякие разнообразные и кровососущие мифологические создания И мифологические создания, которые вылезали из могилы, там, чего-то неприятное делали Говорить про всех миф сразу довольно трудно Поэтому мы сосредоточимся непосредственно на термине вампира Который начал становиться популярным где-то в середине 18-го века Примерно в 1730-е годы И в этот момент это был такой бурл, что даже Вольтер писал, что, значит, вампир — это еще главная тема для обсуждения Это было связано с некоторым количеством конкретных случаев Один из самых известных произошел возле деревни Медведья Надеюсь, я правильно произношу это слово Это на территории нынешней Сербии Вот примерно там, где, значит, у нас на карте центр изображен И там был случай, когда, значит, какого-то одного из местных жителей, по его словам, покусал вампир После этого местный житель умер После этого, значит, еще 17 человек в деревне умерло Плюс какое-то количество скота, какое-то количество собак Все это было очень неприятно Потом, значит, раскопали его трупы И в трупе была обнаружена через несколько дней после смерти жидкая кровь И это тоже, значит, плюс у него были такие кровоподтеки на губах И все решили, что это значит, что он потом вылез и всех, значит, там поубивал Так это было или не так, точно сказать никто не смог Но, в общем, это очень активно обсуждалось сначала вот в Восточной Европе Оттуда перекинулись в Англию И достаточно длительное время интерес к вампирам, вот как персонажам из примерно этой истории он был Вот мы будем говорить примерно про этих вампиров, которые возникли тогда У них стали появляться какие-то признаки характерные у этих вампиров Эти признаки с течением времени, конечно, видоизменялись Естественно, в последние лет 20, когда фильмы про вампиров снимают очень активно, ну там 30 Эти признаки сильно видоизменились Поэтому те вампиры, про которых я вам буду рассказывать Могут немножко отличаться от привычных вам вампиров Но основные вещи похожи Можем следующий слайд И еще разок нажать Ааа, поехали Обратно, обратно Куда-то уехал у нас список этих признаков Ну, в общем, мы прекрасно и так сами эти признаки представляем Это острые клыки Это, соответственно, бледная кожа Это боязнь света Это желание пить кровь И, соответственно, факты того, что вампиры пьют кровь Это непреодолимая жажда, в принципе Плюс достаточно часто вампиры боятся чего? Чеснока, серебра, распятия И, на самом деле, то, что сейчас реже встречается в легионах про вампиров А раньше было очень часто Они очень часто боятся воды Вот мы воспользуемся этими признаками вампиров На самом деле, как симптомами заболеваний И попробуем проверить, какие заболевания хорошо описывают вот такую симптоматику Я предлагаю на выбор три варианта И про каждый из них сейчас расскажу чуть-чуть подробнее Вот теперь следующий слайд Первый вариант заболевания называется эритропоэтическая перифериномия Абсолютно понятная, простая штука Связано с чем? Связано с тем, что не очень правильно образуется у нас в связи с этим заболеванием гемоглобин Можно следующую картинку? Гемоглобин – это молекула, которая есть, это большой белок Который содержится в наших привношных клетках, в эритроцитах И он нужен для того, чтобы связывать кислород и углекислый газ И транспортировать их нашим клеткам через кровь Центральную роль в этой молекуле играет другая молекула Составная часть этой большой молекулы гемоглобина Под названием гем Структура гема на экране нарисована Запоминать ее абсолютно не нужно Но суть в том, что если с точки зрения химии рассматривать эту молекулу То там есть такое специальное колечко, оно называется порфириновое кольцо И внутри этого порфиринового кольца можно втыкать разные атомные металлы У человека это железо, у моллюсков это медь И поэтому у моллюсков это будет не гемоглобин, а гемоцианин И у них кровь будет не красная, а голубая Потому что именно эта часть молекул окрашивает нашу кровь А есть, допустим, насекомые, у которых там не медь, а цинк И у них тогда бесцветная получается вот эта центральная часть молекулы И у них поэтому кровь тоже бесцветная В общем, эритроцитическая порфириновия Это заболевание, при котором синтез вот этого самого гема нарушается Нарушаться он может в двух местах Он может нарушаться либо в печени Либо, соответственно, в красном костном мозге Где производятся эритроциты И поэтому мы говорим про тот вариант, который в красном костном мозге происходит Там довольно сложная такая биохимическая картина вот всех этих повреждений Потому что на самом деле 8 разных белков участвуют в синтезе вот этой вот молекулы В 8 разных этапах, в разных тканях по-разному и так далее и так далее Поэтому на самом деле 9 типов вот этой притерномии существует И некоторые из них никак не связаны с тем, о чем мы говорим сейчас Но вот один из них связан тот, про который мы говорим Можно следующую картинку? Да, это просто что проиллюстрируется, действительно сложная штука Не буду вдаваться в детали, просто расскажу про симптомы этого заболевания Симптомы такие Значит, мы выяснили, что у людей плохо образуется гемоглобин Гемоглобин окрашивает кровь, значит кровь плохо окрашена, верно? А раз кровь плохо окрашена, то мы с вами бледные, причем довольно сильно бледные Мало того, что мы с вами бледные, так еще и вот те продукты, которые образуются помимо гема Вот в данном случае при этом заболевании Они начинают в нашем организме свободно плавать, скажем так Распространяться и оседать в разных тканях И когда они оседают в коже, то по действиям солнечного света И только по действиям солнечного света Они превращаются в ужасно ядовитые, неприятные штуки, которые во всю сторону разбрасывают активные формы кислорода На самом деле вот этот факт, что порфириновые кольца умеют активно разбрасывать фарфистон на активные формы кислорода Используется сегодня для лечения раковых заболеваний Можно прицельно куда-то ввести какое-то там порфириновое колечко Туда посветить лазером с определенной длинной волны И там устроен такой локальный взрыв, из-за чего рак вокруг погиб Вот этот процесс сам по себе происходит во всех тканях кожи У человека был элитропоэтический порфириновий То есть когда он оказывается на светлее, то есть высшие нарывы по всему же Через небольшой промежуток времени и на солнце им бывает противопоказание Пока они находятся в тени, ничего страшного с ними нет Что происходит кроме этого? Я говорил, что у нас есть два разных варианта того, где синтезируются эти молекулы Один из них в красном костном мозге, другой в печени Но когда в печени этот процесс нарушается, это параллельно происходит У нас начинают накапливаться в организме просто разные агенты воспаления То есть у нас многие части организма начинают сильно воспаляться В том числе очень сильно воспаляют судеозы Они начинают разрушаться, начинают выпадать зубы Остаются в последнюю очередь те зубы, у которых корни длинеют, соответственно, плыки Что сама по себе неприятная Что кроме этого наблюдается у больных элитропоэтической порфириновией? Кроме этого, течение заболевания очень сильно провоцирует Кроме из его соединений К тому казалось бы, что этим людям могла бы помочь кровь, если бы они ее пилили Верно? Верно, потому что интографика хватает не могла нет Вот взяв эти факты за абсолютно нестоверные и за абсолютно правильно описывающие персолнения Один из американских докторов в 80-е годы активно распространял информацию о том, что вот они вампиры Вот эти бедные и больные по среднему миру На самом деле это заболевание, на мой личный взгляд, оно хуже всего подходит под симптомы вампиров Почему? Потому что клыки, да, это замечательная боязнь света, это действительно все очень похоже Бледность тоже есть, но вот та часть, которая касается крови На самом деле, если человек выпьет кровь в этот момент, ничего с ним не произойдет Он не вылечится от профиленомии Если ему сделать действительно переливание крови здорового человека То симптомы у него немножко облегчатся И при острых приступах действительно так и делают Да, действительно будет там, переливают кровь со здоровым гемоглобином Но реально, когда мы это видим, да, когда мы пьем кровь в желудке, она у нас расщепляется И ничего из необходимых элементов не попадает в социоспиратор Ну и самая главная проблема, по которой, скорее всего, вот эта история не может описывать вальпиров В том, что это чрезвычайно редкое заболевание За больше чем 150 лет медицинских наблюдений во всем мире было замечено около ста с небольшим случаем вот этой болезни Очень малая вероятность, что такая редкая штука позволила бы появиться в таком распространенном мире Поэтому я предлагаю поговорить про другие болезни Следующий слайд, пожалуйста Следующий Другие заболевания Заболевание, которое тоже неплохо описывает гипотетического вальпира, это пилагра Пилагра – это заболевание, связанное с недостатком пищи одного из витаминов Этот витамин называется B3, он же называется витамин ПП, он же называется никотиновая кислота или нянцин Это все название одного и того же вещества, которое вообще по-научному называется никотиномид, аденин, динуклеотидом НАДО Если вы помните немножко школьную биологию, то в большинстве, ну не в большинстве, но в огромном количестве важных биохимических процессов клетки, которые в школе, в том числе, изучали Вот этот нянц играет супер важную роль, он переносит энергию из одних частей в другие Это супер фундаментальная молекула, примерно как АТФ Про АТФ, наверное, большинство людей помнят немножко, да, что такая штука запасающая энергии была НАДО – это похожая по смыслу на АТФ молекула, которая немножко другими вещами занимается Казалось бы, как вообще человек может жить с этим заболеванием и как возможен недостаток этого витамина, если он содержится буквально в каждой живой клетке любого живого существа на планете? Дело в том, что, да, он содержится в каждой клетке, но в некоторых продуктах его содержится достаточно, но он там связан с другими молекулами И наш организм не умеет откуда его доставать, вот официальный НАДО В том числе, такая проблема существует с кукурузой То есть, если питаться одной кукурузой, у людей начинается певать Здесь непопытно, что как раз в XVIII веке в Восточной Европе кукуруза стала одним из наиболее дешевых кормовых продуктов Потому что у нее действительно, как, верно, подметили советские руководители в середине XX века, энергии мы получаем из кукурузы больше, чем из других злаков Поэтому, в принципе, она ее эффективно выращивает Но при этом надо помнить, что нужно какие-то другие источники витамина В3 в пищу и... Итого, опять же, патогенез процесса, то есть то, почему именно такие симптомы получаются, довольно сложная история Но, если в целом, мы будем рассказывать, что здесь происходит Во-первых, у людей начинается дерматит Дерматит тоже довольно сильный, довольно неприятный По действию солнечного света он действительно тоже становится более выраженным Начинает появляться сначала, значит, кожа начинает шелушиться Потом начинает воспаляться и краснеть Потом там появляется нарыв язвы, потом эта язва заживает И образуется белая такая депигментированная, то есть неокрашенная кожа, вокруг которой, значит, бурые следы того, что раньше здесь был нарыв Выглядит довольно неприятно Кроме этого, у людей сильно опухает язык Он опухает, он краснеет Плюс там опухают и краснеют губы, они трескаются Выглядит довольно неприятно Как будто человек действительно, ну, может, не выпил кровь, но такая губа яркалый, язык яркалый Более того, язык еще и сильно опухший До такой степени опухший, что в нем становятся видны следы от клыков На поверхности языка остаются вмятины такие, как будто у человека есть клыки Кроме этого, при Пелагре наблюдаются различные формы деменции То есть, поскольку у нас умирают клетки, которым нужна энергия, а нервные клетки – это клетки, которым сильно нужна энергия То начинаются разнообразные процессы, у людей появляется агрессия, которая сменяется иногда апатией То есть, иногда это связано с какими-то бессонницей, очень часто связано это заболевание В общем, человек ведет себя не очень обдуманно и довольно странно и непредсказуемо В том числе, периодически нападает на других людей Плюс к этому, из-за того, что, точнее, не совсем известно почему, но у людей наблюдаются симптом под названием пика Это как у беременных, когда вдруг хочется есть чего-то непонятного Ну, в случае беременных – это кусок мел, или клей, или землю Ну, в случае Пелагра – это были описаны варианты, когда люди пытались насекомых, живых есть, еще что-то в таком духе В общем, штука довольно неприятная В дополнение к этому необычному симптому у них страшнейшая жажда, просто неутолимая Потому что эти люди болеют диареей Про вампиров обычно не говорят, что они болеют диареей Есть довольно специфические симптомы у диареи Но один из них важный – это то, что действительно жажда непреодолимая Все, что касается других частей тела, обычно не описывают Но, тем не менее, очень вероятно, что диарея могла быть одним из таких синдромов Которые Берез неплохо описывает Почему еще? Потому что кроме того, что неутолимая жажда Люди отказываются питаться У них часто воспаление различных частей желудочных кишечного тракта Они просто не могут есть Поэтому у них сильная анорексия В общем, довольно неприятные штуки В итоге что происходит? В итоге человек, естественно, умирает от этого заболевания И здесь нужно на что обратить внимание? В принципе, пелагра не передается при помощи укусов И может показаться, что это заболевание, поскольку это ветвинос, оно вообще не очень сильно распространяется Но давайте представим, как эпидемия пелагра могла вы выглядеть в Восточной Европе середину XVIII века Один человек неожиданно более-менее умирает от описанных симптомов Его закапывают И люди считают, что все, мы его закапали Но он, наверное, был чем-то обижен Это распространенная ситуация Он был чем-то обижен на окружающих И, значит, его труп, его душа или его неприятность Что может вернуться? Начать мстить тем, кто его обидел Например, родственникам или друзьям И первые мифы про вампиров Действительно часто говорили, что вампиры Это вот такие вот вернувшиеся мстители Которые возвращаются, чтобы отомстить за те обиды, которые они испытали И в Пелагре довольно неплохо описывает такую ситуацию Почему? Потому что вот один человек заболел Умер Значит, с высокой вероятностью Он, очевидно, не доедал Он ел только кукурузу Значит, с высокой вероятностью Все члены его семьи тоже ели только кукурузу Скорее всего, довольно однообразная диета была в целом у этой семьи Плюс к тому, значит, скорее всего, довольно однообразная диета в целом у этой деревни И через какое-то время деревня умирает целиком И это реально описанный случай Когда вот таким вот образом Пелагром украшивали целые поселения В середине XVIII века Это, конечно, не инфекция Но от инфекции И тогдашними методами отключить Пелагром было невозможно Так что есть вот такое заболевание Неплохо описывает симптомы На мой взгляд, можно спорить, оно это или не оно Но лично мне больше нравится третий вариант Можно следующий слайд ищем Это, собственно, нам не важно Дальше и еще дальше Да, есть третий вариант Который, на мой взгляд, лучше всего описывает большую часть симптомов, связанных с вампирами Это бешенство самое обыкновенное Сейчас оно встречается не так часто Потому что люди делают приюзки И потому что вообще как-то в гигиене стало получше Опять же, в середине XVIII века достаточно много эпидемий бешенства было описано В той же самой Восточной Европе, например В том числе буквально за пару лет до случая, про который я вначале говорил С молодым человеком из деревни Медведя Вот как раз в той области одна за одной были вспышки бешенства Что такое бешенство? Напомню тем, кто не очень хорошо себе это представляет Это вирусное заболевание, в которое попадает в наш организм чаще всего при укусе какого-нибудь животного Но не обязательно при укусе животного Поскольку бешенство переносит не только собаки, как это известно Или коровы, например, а еще и лепучие мыши То совершенно реально заразится бешенством, оказавшись в пещере Пускай даже с некровопийцами или летучими мышами Просто активно подышав воздухом там может заразиться бешенством Дальше вирус попадает сначала в мышцы, потом он попадает в нервы человека А дальше он по нервам путешествует в мозг И когда он добирается до мозга, начинают появляться симптомы бешенства То есть первое время у заболевания симптомов особенных нет Обычно описывается разве что место укуса, если это был укус, болит достаточно сильно Даже после того, как рано уже зажила Инкуляционный период у бешенства может быть разным Это могут быть там три дня, а могут быть и несколько лет Такие случаи тоже описаны В среднем это две недели Значит, когда вирус попадает в мозг, клетки нервные начинают умирать И у человека наблюдаются похожие симптомы на пелагру То есть появляется сильная агрессия, человек перевозбужден, у него появляется бессонница Довольно часто наблюдается усиление полового увеличения при бешенстве Это к вопросу, на самом деле во многих мифах про вампиров Они еще были самодостростными любовниками Вот бешенство попадает вот под это описание Плюс начинаются характерные симптомы Дальше уже, когда болезнь прогрессировала Какие? Ну, набрасывается это не самый такой симптом Уникальный для этого заболевания Более уникальные это специфические спазмы мышечные В том числе из лицевых мышц У которых у человека практически животный астрал появляется Во время этих спазмов довольно часто ломаются зубы И довольно часто прокрусываются губы То есть лицо действительно в крови Плюс водобоязнь Водобоязнь такой степени сильная, что люди не могут гладывать И у них начинается кровавая работа То есть крови там, в принципе, в районе рта У бешенства бывает предостаточно Плюс сама водобоязнь, про которую мы говорили Встает в виду действительно вампиры боятся перестать лень Вот бешеные люди испытывали бы трудности Если им нужно было бы через какой-нибудь рычеок пробежать Кстати говоря, приступы бешенства неплохо провоцируются не только водой Цвет замечательно тоже провоцирует приступ Плюс замечательно провоцируют приступы, как индивидуальные зеркала Как мы помнили, в начале этого не сказали Но в этом афере довольно часто в зеркалах не отражаются И, по крайней мере, ведут себя как-то неадекватно Но про инфекционность этого заболевания Я специально говорить не буду и так Вы знаете, что оно с укусом передается очень неплохо Что мы еще не упомянули? Клыки, да, понятное дело, сломаны Ну, в общем, да, мне кажется, что бешенство с животными активно распространяется Чеснок, конечно, не работает Распятие вряд ли работает Но зато прекрасно работают осиновые колья и серебряные пули Ну, в принципе, как и с любым другим человеком, они тоже сработают Поэтому вот эти методы уничтожения вампиров не то чтобы сильно специфичные Но, да, но надежды тоже сработают Какой итог я хочу ко всему этому подвести? Может, следующий слайд? И еще один Итог такой То, что я вам сейчас рассказал, это на самом деле не истина последней инстанции И не факт, что сказки про вампиров появились именно благодаря существованию этих самых заболеваний Я не буду пытаться никого убедить Это всего лишь была небольшая игра ума Которая позволяет нам попробовать посмотреть на мир среди вековья и нового времени Теми глазами, которые у нас есть сейчас и с учетом тех фактов, которые мы знаем сейчас Это просто такая попытка попробовать по-другому посмотреть на мир Потому что все люди, естественно, смотрят на мир немножко по-разному Не буду говорить, что какая-то точка зрения важнее, какая-то менее важна Просто хочу показать вам разное Если есть вопросы, удовольствием отвечу На самом деле, бешенство сложная болезнь И мы сейчас с ней только разбираемся Известно, что вирус попадает в нервную клетку, в выкачание нервной клетки Дальше, через какое-то количество привычных этапов по нервным волокнам попадает в мозг Как он дальше распространяется в мозге, это, честно говоря, не очень понятно Видимо, он начинает разрушать область, связанную с лимбической системой Почему возникает агрессия и так далее Эта область, естественно, связана с гипоталамусом А как раз, допустим, желание, в смысле жажда у нас возникает в гипоталамусе Это просто физически близкие друг к другу вещи Почему именно так получается, почему это настолько характерная вещь Возможно, это как-то связано с особенностями того, какие рецепторы используют бешенство для того, чтобы проникнуть в клетки мозга Но точно пока не вверх Спасибо Антон Захаров Да, еще вопрос, последний вопрос А давайте последний вопрос Да, я вот хотел спросить То есть все что, все три варианта это как бы болезни, которые приводят в скорую смерть А одна из фишек вампиров, которые недолго живут Это тоже миф, который появился достаточно поздно Допустим, в европейском фольклоре 18 века Среднее время жизни, во-первых, 30-40 дней Они, значит, умерли, потом вылезли из могилы Немножко поубивали тех, кто есть вокруг и залезли обратно Потом дальше появился миф, да, про то, что они живы бесконечным домом Потому что, находя... Немножко скук и так далее Не зная биологии процесса Многие считали, что этот человек, значит, вылезает ночью из брога И пьет кровь, потом возвращается обратно в брог Но это может быть, если он просто в специфических условиях хранится Там где-то достаточно прохладно и влажно То там определенные симптомы разложения труха будут Но это отдельная, другая тема, вначале Спасибо 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 Спасибо